В последнюю неделю мая и первую неделю июня по статистике происходит рост ДТП с участием детей. Велосипеды, самокаты, скутеры заполняют городское пространство. Лето, каникулы, но психологически ни сами ребята, ни водители не успевают подготовиться к новым условиям движения. В первые месяцы года в Чебоксарах произошло 28 ДТП, в которых получили травмы 29 детей. Практически в каждом седьмом происшествии одна из сторон юные участники дорожного движения. В отделе ГИБДД по городу Чебоксара отмечают, что самые травматичные дни – это пятница и суббота. Больше ДТП происходит в Ленинском районе. До каникулы инспекторы дорожного движения посетили каждую школу, каждый детский сад, чтобы рассказать детям о правилах поведения на дороге. Но все же дети смотрят, как ведут себя взрослые. Одних из принципов должно быть в сегодняшний день – это делай, как я. Потому что все вот это, как бы, мы понимаем, что нельзя именно только возлагать на воспитателей и учителей. Это должно еще исходить от самих родителей. Потому что сами родители, они должны показывать пример. Если, конечно, мы видим, что родитель переводит ребенка в неположенном месте, родитель нарушает правила дорожного движения, перевозит детей без детского удерживающего устройства, не пристегивает их. То есть, систематически, если идет нарушение правил дорожного движения, несовлюдение, естественно, ребенок все это видит, и он также нарушает правила дорожного движения. Особое внимание инспекторы ГИБДД сейчас уделяют и велосипедистам. Дети до 14 лет не имеют права выезжать на проезжую часть. Но многие не знают об этом, как и то, что должны быть в шлемах и в светоотражающей одежде. Сейчас отдел ГИБДД по городу подготовил серию аудиороликов о безопасном переходе дороги для трансляции в троллейбусах. На остановках появились предупреждающие плакаты. Также вблизи нерегулируемых переходов установят специальные светодиодные знаки, которые будут предупреждать водителя, что необходимо снизить скорость и пропустить пешеходов. Ну и кроме того, в эти дни начинается рейд «Внимание, дети!». Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика.